Итак, всем снова привет, и мы продолжаем играть в Pokemon White Version 2. И в прошлой серии мы остановились на том, что нам нужно вернуться в наш родной город, в Аспертио-Сити, для того, чтобы сразиться в первом стадионе. Отличная новость. Уже продвигаемся по сюжету. Так, что я сделал за кадром? Как я уже говорил в прошлой серии, я буду гриндить за кадром. И вот я докачал Кэви до 13 уровня, Лилипапа до 12. И еще я внезапно наткнулся на Риолу и решил его поймать. Потому что я подумал, что это будет полезный такой Pokemon, потому что мы вот во втором стадионе столкнемся с ядовитым типом. Орелу боевой и стальной, насколько я помню, тип. И он будет неуязвим к ядовитым атакам. Так что вот. Так, ну а мы вернулись в Аспертию и можем пойти в стадион, который, кстати, вот не здесь, а подальше. Вот он. Первый стадион. Так. Все переводить не буду, опять же, только самые важные диалоги. Так. Так, нам чувак какой-то подарил X-Defend. Это полезная вещь. Что они делают, я вам, возможно, позже расскажу. Так, нормальный тип покемонов уязвим к боевому типу. Но только покемоны вокруг этого места. Так. Вот как раз он говорит о том, что Риолу можно встретить в Лоцисе Ранч. Откуда мы пришли? Я там его и встретил, и поймал. Но проблема в том, что он пока не выучил никаких боевых атак, кроме контур. Но это, по сути, не боевая атака. Привет, я Клайд, цыгает тренеров, которые бросают вызов стадионам покемонов. Спасибо, что принимаете участие на нашем стадионе в битве. Возьми это, чтобы отметить твой дебют. Свежая водичка, да. Восстанавливает хп покемона на 50 единиц. Стадионы покемонов – это возможность протестить тренером свои способности. Если ты можешь победить геймлидера, что означает, что ты реально хороший тренер. Если у тебя не останется покемонов, которые смогут сражаться во время битвы, ты проиграешь. Поэтому иметь множество покемонов с тобой может быть большим преимуществом. Но это и так понятно, я думаю. И вот первый геймлидер, кстати. Так, ты, должно быть, человек, который бросает вызов, челленджер. Добро пожаловать на стадион Аспертия Сити. Я Шерен, геймлидер. Да, Шерен – это персонаж, опять же, который был в первой части, который вместе с Бьянкой был нашим соперником, с которым мы путешествовали и периодически сражались. Хорошо, возможно, я лучше скажу, что я только что стал геймлидером. Что более важно, нам нужно приготовиться перед тем, как пригласить тебя на стадион. Давайте я гейм буду называть стадионом всегда. Хорошо? Так, у нас челленджер, вы двое, возьмите свое место, встаньте на свое место. Если ты победишь этих двоих, то я буду твоим оппонентом. Ну, окей, как бы. Ладно. Так, ну что ж, поехали. Запомните этот момент. Первая битва на стадионе. Так, ну, потрат, как бы, ничего особенного. Девятого уровня, тем более. Сложно быть не должно. Я надеюсь, вам не орет игра сейчас, и меня слышно кромчат. Но мне кажется, что не должна. Ну ладно. Так, Лилипапу он хочет послать. Давайте я покажу вам Риолу, собственно. А то же вы его не видели. Я его поймал, видите ли, тут развивал вне кадра. Так, ну что он знает? Ничего особенного он не знает, на самом деле. Давайте кантер используем. Это контрудар. Будет в два раза сильнее, чем его физическая атака, которую он только что использовал. Быстрая атака всегда первой идет. Ну, говоря о ходах. Это же все-таки ЖРПГ с пошагами в баяне. Да, именно ЖРПГ, а не JRPG. Так, говорит, если победишь девочку, то можешь сразиться с геймлидером. Ну, давайте победим девочку. Почему бы и нет. Так. Сирена шлет Лилипапу. Там, опять же, Лилипап, да. Ничего особо нового, но все-таки стадион нормального типа, так что здесь будут встречаться покемоны именно нормального типа. Или же обычного, как на русский лучше перевести. Так. Патрат. Ну, давайте опять же. Почему бы не Лилипап? Мы же хотим всех равномерно развивать, не так ли? Не только же мне гриндить за кадр. Так. Укус. Отличен. Так. Укус номер два. Ну и все, нам остался сейчас только лидер стадиона. Сейчас будет исторический момент на моем канале даже. Но перед этим нам, разумеется, нужно вылечить наших покемонов. Потому что сражаться с побитыми, это немного глупо. Так. Какой-то предмет держит Лилипап. Escape rope. Это, видимо, способность Лилипапа находить предметы на земле. Ну, спасибо ему, конечно, но почему бы и нет. И интересный такой момент. Я отдам своим покемонам те самые Оран Ягоды, которые в конце прошлой серии дал нам Alder. И что они делают, я вам напомню. Если мы их даем покемону, то если у него меньше 50% хп остается, то тогда он съест Оран Ягоду и она установит ему 10 хп. Немного, да? Ситрус Ягода устанавливает больше, но пока так. Ну что ж, Шерон. Так как это твой первый вызов на стадионе, это, к тому же, моя первая битва покемонов как лидера стадиона, в роли лидера стадиона. Давай оба сделаем то, на что мы способны, и сделаем реально хорошую битву, в общем. Все, исторический момент. Битва с Шероном. Первая битва на стадионе. Мне кажется, можно немного погромче сделать. Ну что ж, Патрат, как бы ничего особенного, просто Water Gun используем. Без всяких выпендриваний там. Так, вот, тем более он использует не атакующие движения, это вообще отличная новость. Так, что-то там сказал, не успел прочитать. Толчок, и все. А нет, он использует зелье, смотрите-ка, не только мы так можем, еще и геймлидеры тоже могут использовать зелье. И вообще всякие восстанавливалки. Так, подняли керри до 14 уровня, это отличная новость. Так, хочет послать Лили Папа, я, пожалуй, пошлю Риолу. Так, так, все, музыка поменялась. Это его последний покемон. Контр-удар, который сейчас не сработает, потому что он использует не атакующие движения. Еще раз. Опять он использует не то, что надо, но ладно. В таком случае я использую быстрый атак. Не сильно-то мы ему сняли, на самом деле. А вот он нам снял, конечно, не слабо. Вот вы видите, как Риол съел ягоду, ему стало получше. Давайте переключимся на Лили Папа, наверное. Потому что сейчас под угрозой уже у нас находится... Ой! Нет, он реально сильно нам сносит, конечно. Очки. А, ну все, собственно, не успеет. Ну, остается керри. Что делать-то? Так, водяная пушка. Почему он так сильно сносит? Неужели у него такая сильная атака? Так, прокачивая. Так, он опять использует толчок. Ага, надо зелье, сейчас будет съесть. А, нет, все, мы победили. Поздравьте меня, это важное событие. Мы победили первый раз на стадионе. Все, победили лидера Шерна, получили 1560 рублей. За победу. Эта битва сделала меня чувствовать реально радостным. Из-за того, что ты мой первый челленджер в этом стадионе. Я дам тебе это в знак того, что ты победил и показал своих покемонов. И мы получаем первый значок Юнова. Всего их 8, то есть всего 8 стадионов есть в Юнове. И нам нужно будет 8 значков собрать. Basic Бейдж получили. Базовый значок. Так, это важный твой момент. С этим значком покемоны до 20 уровня будут подчиняться тебе, включая обменных покемонов. И я хочу дать тебе это. ТМ-83 воркап. Не то, чтобы сильно надо было, но как подарок почему бы и нет. Так, но это все не так важно. Так. В регионе Юнова есть 8 стадионов покемонов и 8 значков. Если ты тренер, ты соберешь их всех. Это сделает проще заполнение страниц в Покедексе также. Да, 2 года назад с Покедексом в руке я отправился на путешествие с моими друзьями. Как раз вот отсылка к первой игре, о чем я и говорил. Да, классно, что они, конечно, это сделали. Отсылки. Я надеюсь, ты запомнишь этот замечательный момент, когда ты получил свой первый значок. Ну да, конечно. Как такое забыть-то можем? Ну, собственно, нам сейчас, конечно, надо сходить в центр покемона. О, Бьянка. Эй. Как дела? Неужели... Так. Как твоя битва с геймлидером прошла? А, неужели это Basic Breach? Вау, замечательно. И ты только что установился на своем путешествии с покемоном. У тебя действительно есть потенциал как у тренера. Я уверен в этом. Это от меня. Это тема с атакой ретурн. Отлично. Вот это, в принципе, может быть полезной атакой. Когда покемон знает ретурн-возврат, и чем больше у него связи с тренером, тем сильнее будет атака. Эм... Ну, все же, этот Шерон... Бьянка. Прошло два года, не так ли? Да, они были друзьями, опять же повторяю. О, вау. Что случилось? Я думал, что будет хорошей идеей зарегистрировать каждого из нас на экстрансивере. Действительно, почему бы и нет? Теперь ты можешь связаться со мной через твой экстрансивер. Меня тоже. Я зарегистрировала профессора Джуникера для тебя тоже. О, как раз еще и экстрансивер нам звонит. Как чет, какое совпадение. Привет, мистер Куэкс, я профессор Джуникер. Бьянка говорила мне, что ты получил покедекс. Спасибо тебе большое. Благодаря тебе мы теперь можем узнать больше о покемонах. И... Ты можешь сблизиться с ними еще лучше. Привет, профессор Джуникер. Я реально заинтересован рядом с этим местом. А, ладно. Здесь так много покемонов, на которых можем рассчитывать. В общем, два года назад что-то сложно перестило. Спасибо за твой поход на это, Бьянка. В общем, сложно как-то. И, Шерон, ты получил удовольствие от пребывания геймлидером? Профессор Джуникер. Это прошло много времени. Я рад, что вы чувствуете себя хорошо. Позиция геймлидера очень жесткая. Если бы у меня были обычные партнеры... О, Шерон. Иметь битвы, которые... Так, что-то тут сложно, конечно. В общем, это усиливает связь между челленджерами и их покемонами. Не так ли? В общем, понятно. Это будет отлично. Шерон это новый геймлидер. Я ассистент профессора покемонов. И мистер Куэкс новый тренер. Но мы всегда будем иметь покемонов на нашей стороне. Это так, Бьянка. Наш мир, это мир, где мы живем с покемонами. Все держите это в голове, чтобы вы не задумали сделать, о чем вы не мечтали со своим покемоном. Особенно ты, мистер Куэкс. Покедекс может быть важен, но для начала получай удовольствие от путешествия вместе с твоим покемоном. От сердца, в общем, так. Эй, мистер Куэкс, не правда ли профессор Джунипер классная? Если говоришь с ней по экстрансиверу, она оценит твое завершение покедекса. Так, ты можешь позвонить нам тоже, конечно же. Я расскажу тебе, как хорошо твой покемон и ты любите друг друга. В общем, как-то так. Бьянка делает хороший тебе шанс. Но я могу рассказать тебе о способностях покемонов и соотношении их типов. Так, Ларри. Ты гейм-лидер? Раз, два, три, давай сражаться. Ты выглядишь как реально жесткий тренер. Понимаю. Пожалуйста, проедите в мой стадион покемонов. Отлично. Что за слабый ответ? Я действительно собираюсь одолеть тебя. Быть гейм-лидером это гораздо сложнее, чем я могла себе представить. Следующая вещь, которую я хочу сделать для тебя, это использовать Segear. Segear это крутой девайс для коммуникаций, таких как инфракрасный коннекшн и Nintendo Wi-Fi коннекшн. Но это нам, конечно, никак не пригодится. Во-первых, потому что все Wi-Fi коммуникации отключили для Nintendo DS еще в 2014, насколько я помню. А во-вторых, потому что я с эмулятором играю, черт возьми. Поэтому мы не будем его включать. Нет в этом никакого смысла, по идее. Если хочешь включить Segear, коснись PowerSea. Ну, это понятно, это нам не надо. Но что ты собираешься делать сейчас? Ты знаешь, здесь есть еще один стадион покемонов в Вирбанг-Сити, который находится прямо за плоскости Тауна. Ну, туда мы и направимся. Как бы наша цель сразиться со всеми гейм-лидерами. Вот тот мужик, кстати, который нам какие-то медальки дает. Окей. Я так и не понял, зачем надо прочитать об этом на Бульбопедии. Так, вылечим наших покемонов. И отправимся в Вирбанг-Сити, собственно. И еще я бы зашел в покемарт, конечно. Так, и купил бы, во-первых, суперзелий, которые еще больше нам восстановить могут. Давайте сразу пять. Ну ладно, пока четыре. Грейт-болл. Ну, можно парочку пока, наверное. Потому что денег немного вообще. Антидот. Это очень важно, конечно. Надо купить хотя бы один антидот. Еще один паралайс-хилл не помешает. И пробуждение. Вот самые важные предметы, которые вам советую. Так, еще вот ревейкинг. Хотя бы по одной штучке. Лучше по три, конечно. Но деньги поджимают пока как бы. Поэтому не будем выпендриваться. Ну все. Мы победили в первом стадионе. Направляемся в Вирбанг-Сити теперь. И да, я хотел еще вам сказать, если вы сейчас смотрите меня. Просто я так понял, что многие до конца эти видео не смотрят. Я понимаю вас абсолютно. Видео огромное. Все-таки это жрпж. Здесь как бы по-быстрому не пройти. В общем, что я хотел сказать. С прохождением покемонов на мой канал пришло достаточно много уже подписчиков. Ну, не достаточно много. Просто их приходит больше, чем обычно. Так что, видимо, вам это нравится. Я буду продолжать. Спасибо вам большое. В общем, Бьянка тут опять нас догоняет. Хей! Я извиняюсь. Я забыла сделать обновление для Покедекса. Я собираюсь добавить лист обитания. Это отличная функция. Я собираюсь добавить ее в Покедекс. Все, она апгрейднула нам Покедекс. С листом обитания ты можешь проверять, где живет какой покемон. Это режим Покедекса. Чтобы использовать его, открой Покедекс. Ну, это понятно. Так, нет, я вообще-то не хотел услышать. Так, говорит, что когда ты гуляешь, иногда можешь встретить более темную траву. Не растенгла... Ой, не темную, а... Шатающуюся, что ли, дребезжащую траву. Шуршащую, вот. Если ты пойдешь в это место, то тогда это будет для тебя большим сюрпризом. Я понимаю, что это будет, потом вам расскажу. Так, ага. Все. Ладно. Пойдем в Вирбанг-Сити. Так, здесь... Вот здесь этот мужик не дало бы нам раньше пройти. Хей, эта вещь блестящая здесь. Это Basic значок. Базовый значок. Но не радуйся тут. Я вообще-то сейчас битву тебе устрою. Ну, здесь, в общем, в этом мире все так работает. Не радуйся тут, я тебе битву устрою. В общем. Иначе проблемы не выяснить в этом мире. Рио. Ну, как бы, вот орган. Так, распознавание он использует. Это, правда, ничего ему не сделает абсолютно полезного. Квик-атак. Ну, ладно. В общем, мы его победили уже. Все. Можем пройти дальше теперь. Идем дальше. Да, моя тактика сразаться, да. Сражаться с любыми тренерами. Потому что, как я уже говорил, опыт лишним не бывает. Опыт имеется в виду значки опыта, конечно. Какие значки? Очки опыта. Вот. Так. Так. Так, мне кажется, сейчас тихо вам. Я погромче сделаю игру немного. Так. Ну, тут с толчками просто будем его запинывать. Вот и все. Уже почти 15 уровень. А насколько я помню, на 16-ом он эволюционирует первый раз. Мистер Куэкс, подожди. О, Ларис Ширан. Так. Пройдите со мной, вы оба. Видите темную траву здесь? Она редкая, но иногда два покемона сразу могут напасть на вас из нее. Также покемоны, которые прячутся в темной траве, немного сильнее. Так что будьте осторожны, если вы прогуливаетесь через нее. Если вы собираетесь бросить вызов следующему гимму, это Вирбанг Сити. Вирбанг. Стадион Вирбанга, вот. И не гимму, а стадион, я же договорился с вами. Ладно. Это должно помочь. Да, печи ягоды. Тоже полезно. Вылечит покемонов отравления, если они отравлены в битве. Так, если вам что-то нужно, звоните мне по их трансиверу. Понятно. Так, Ширан, мне кажется, знает многое. И он сражался с теми чуваками из команды Плазма тоже. Я решил, я собираюсь стать сильнее, чем он. Ты должен делать лучшее, заполнять покедекс и все. Понял. Ну, я понял, камень. Но в темную траву я пока идти не хочу. Давай с тобой сразимся. Почему вы и нет опять? Так, скоро уже будет 30 минут, мне кажется, с начала записи. Да, время здесь очень быстро проходит. В этих играх. И да, если вы смотрите эти видео и не понимаете, почему у него такое странное соотношение сторон, то погуглите Nintendo DS. Я думаю, конечно, все это знают, кто смотрит, но вдруг нет. Так, ну тут все просто вроде бы. Уже 15 уровень. Можно других покемонов будет покачать, но я за кадром это сделаю, наверное. Опять же. Так. С тобой мы тоже сразимся. Конечно же. Данц Прейс. Данц Паркс. Вот. Да, давайте сменим все-таки покемона. Да хотя бы на Риолу. Почему нет? Контур. А, это сейчас не сработает, конечно. Так, ладно. Быстрая атака. Да, Риолу пока мало чего знает. Но я надеюсь, он нам в будущем поможет. Так, он вообще не будет использовать атакующих атак, или что? Атакующих атак прозвучало сейчас странно. Ладно, тогда быстро атаку и будем его. Ой, что-то это совсем слабо как-то работает. Надо сменить обратно на креме. Покемона. Потому что этого недостаточно. Так. Толчок. А, что так слабо-то? Ладно, Вотерган. Допустим. Но это уже лучше. А вот это опасно сейчас. Придется вылечиться. Ну, ничего страшного. Мы все равно победим, я думаю. А то проиграть такому тренеру с одним покемоном, это как-то... Так, что-то совсем все плохо сейчас. Мне как-то это вообще не нравится. Давайте я, знаете, что сделаю. Я использую эту X-Depend, который увеличит нашу защиту. Я надеюсь, это поможет, но сейчас нас не убьет просто-напросто. Он нас убил. Так, это, конечно, сейчас противная такая ситуация выходит. Укус. А что так слабо-то? Он реально ваншотать нас начал уже. Что за жесть? Все, у нас уже как бы... Проблемы начинаются. Один покемон у нас остался. Да ты серьезно, что ли? Так, он использует Pursuit. Это не очень эффективно, но мы используем контратаку. И это уже приближает нас вроде как к победе. Так. Давай. Сделаю же что-нибудь. Атакующий. Так, он не хочет этого делать. Ну, давай же уже. Молодец, все. Сейчас у нас будет больше шансов. Какая-то сложная битва, вам не кажется? Накорнул сейчас, ладно. Но мы наконец-то его победили. В кои-то веки у нас все покемоны уже пострадали. Мы подняли Реолу аж до 14 уровня. Аж до 14. Как много он опыта дал, этот нам странный покемон. Поскорее его центр покемонов был уже. Так, нам придется вернуться в центр покемонов на самом деле. Потому что это невозможно сейчас будет. Нас как-то очень быстренько так одолели. Это неприятно. Но ничего, мы сейчас быстренько вылечим наших покемонов и все будет нормально. Но зато Реолу аж до 14 уровня докачали. Это отличная новость. Так, все, восстанавливаем. Восстановили. Я так думаю, что в следующей серии мы уже должны сразиться во втором стадионе. В этой мы, разумеется, не успеем уже. Потому что времени уже немало прошло. Да, серий будет много. Я уже это говорил. Но повторю еще раз. Потому что все-таки такая игра. И, конечно же, на последнем куске травы надо набежать на дикого покемона. Разумеется. Рам. Рам. Ладно. Ничего страшного. Так, там какой-то предмет валяется. Я, конечно же, его подберу. Это антидот. Полезная вещица. Так, и первая двойная битва. Да, есть здесь и такие битвы. Есть даже тройные. Да, это что-то новенькое для вас. Хотя это уже встречалось во многих играх. Начиная с третьего поколения. Это добавим. Двойные битвы. Собственно, можно вот так вот делать. Вы видите, что я делаю на нижнем экране сейчас. Так вот это работает. Поровну их снять. Так. Так. Так, толчок снова здесь. А здесь укус. Так. Ну, собственно, все. Мы, можно сказать, победили сейчас. Потому что эти покемоны достаточно слабые, насколько я знаю. И, в принципе, как бы это и так понятно. Все. Идем в Вирбанг-Сити. Так. Женщина, что ты нам скажешь? Привет! О, ты... У тебя три покемона. Но если бы у тебя было больше покемонов, в тое путешествие было бы гораздо более весело. Вот. Я дам тебе это. Так что, почему бы тебя не поймать больше покемонов? В общем, она на главном Great Ball. Так. Понятно. Ну, все, собственно. Опять экстрансивер звонит. Привет! Это твоя мама. Как у тебя дела сейчас? Вау! Вирбанг-Сити. Здесь комплекс есть. Не так ли? Ты не был еще здесь? Это место выглядит отлично ночью. И ты также можешь потренировать своих покемонов здесь. Ты знаешь, что у покемонов могут сделать много вещей. И ты можешь делать другое. Как-то странно прозвучало. Я надеюсь, ты можешь... Я надеюсь, вы все можете работать вместе и создавать замечательные вещи. Гениальная мысль. Мам, спасибо. Так. Это Вирбанг-Сити. Город падающего тумана и возраст... Возрастающих звезд. Рокси, не пытайся остановить меня. Я собираюсь в Пакистар Студио, чтобы раскрыть мой истинный потенциал. Мои мечты быть... Моя мечта быть кораблем... Да, моя мечта быть кораблем. Именно, да. Капитаном корабля. И... Кинозвездой. Будь реальным. Ты же капитан уже не, так ли? Если корабль не двигается, это не значит, что ты можешь... То есть, наоборот, если корабль не двигается, ты можешь прострать все в проблемах. О, дорогая дочь. Кстати, я думал, это мужик, а не дочь. Странно, да? Ты распределяешь свое время между твоими ответственностями как лидер стадиона и в твоей группе, ну, банде. Но это, знаете, как музыкальная группа. Я могу делать это тоже. Окей. А-а-а! Бомбит! Ты, черт, вообще, Дуфус. Делать двойные дела — это проблема. Это не проблема. Ты можешь вызвать проблемы людям. Да. Держи людей от того, чтобы здесь они знают, что ты творишь вообще. Я понял это. Я направляю в свой стадион. Странная женщина, да? Какая-то вся истеричка вообще. На своего батю там наорала. Не может принять его. Ну, ладно, в общем. Я так думаю, что на этом мы будем закругляться. И в следующей серии мы уже сходим в тот самый Вирбанг Комплекс. И также мы там сразимся с Рокси, собственно. Со вторым лидером стадиона. Поэтому ждите следующих серий. Я надеюсь, вам было очень интересно. Всем огромное спасибо за просмотр. Дальше будет больше и интереснее. Не пропустите. Скорее всего, следующая серия выйдет завтра, но я не отвечаю. Так что, ладно. Всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok